Лично себе, где я бы жил, такую батарею бы не поставил. Почему? Ну, у меня дома везде алюминиевые стоят. Я дома хожу, как бы, ну, раздетый, догола, скажем так. Здесь не сможете, да? Ну, если тут жить, жратву готовить там, тоси-боси, возможно, тут и четвертак будет. До четвертака пока далеко. Но Вячеславу еще везет. В его квартире курорт плюс 18. Правда, обживаться мужчина не спешит. Мечтает продать квартиру. А вот в соседнем подъезде есть новоселы. Правда, отметить праздник не успели. Пока стараются просто выжить. Температура в их квартирах всего 8-10 градусов. С по тремя одеялами вот спим. Вот покрывало. У меня ребенок, он приходит, он из-под одеяла вообще не вылазит. Спасают обогреватели, но бьют по кошельку. Только за электроэнергию Ольге придется заплатить почти 4 тысячи рублей. А еще тысячу сверх за отопление, которого практически нет. Ожидали такого, когда заезжали? Нет, сказали, что будет все хорошо, что вот эти батареи будут вообще отапливать, что тепло будет. Ну, что мы не ждали такого. Такому сюрпризу не рад и Александр. Его квартира на седьмом этаже вообще непригодна для проживания. Там настолько холодно, что куртку снимать не хочется. Всего плюс 5. Масло в огонь подлило недавнее ЧП. Трубы в его квартире не выдержали морозов. Вода в них превратилась в лед. Ну, вот видим, что это вот отогревали. Вот как раз заморожено было, горелка грели. После инцидента батареи рухнули на пол. Теперь это всего лишь бутафория. А вот счет за отопление реальный. 900 рублей – это за 17 квадратов. Я живу в Барнауле, 35 квадратов у меня там. 1200, по-моему, там затопление за ноябрь. Ну, там я, извините, могу снять куртку и снять шапку. Каким образом дом вообще был введен в эксплуатацию в декабре прошлого года? То есть, кто подписал, на каком основании? И понесет ли этот человек сейчас какую-то ответственность? За чей счет будут устраняться эти недостатки? Потому что, ну, нам платить нечем. На прошлой неделе элитную новостройку осматривала краевая комиссия. Они обследовали дом. Вывод – жилье спроектировано с ошибками и плохо утеплено. Да и вообще не имеет ничего общего с сибирскими морозами. Подходит лишь для Сочи. Сейчас специальная комиссия выясняет причины низких температур в Демитов парке. Осмотр жилых помещений дома продолжается. Специалистами намечен ряд мероприятий для выявления и устранения причин промерзания квартир. Выполняются работы по регулировке системы теплоснабжения многоквартирного дома. А пока работает комиссия, владельцы квартир стараются продать проблемное жилье. Интернет буквально пестрит объявлениями. Правда, собственники умалчивают, что в доме холодно и ценник за коммуналку зашкаливает. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.